Попробовать пулемёты! Есть, попробовать пулемёты! Экипаж знаменитой пешки готовится к вылету. Именно на такой, в 797-м бомбардировочном авиаполку 2-й воздушной армии, с 43-го года летал младший сержант, стрелок-радист Фёдор Иванович Горюнов. В 16 он встретил 41-й. В июле ещё казалось, что скоро Красная армия погонит врага на Берлин. Через два года повестка призвала его на защиту Родины и поставила на крыло. На втором или на третьем вылете боевом нас подбили. И мы, перетянув линию фронта, упали прямо на живот. Боевые будни авиаторов скоротечны. Далеко не каждый вылет завершался на родном аэродроме. Нас предупреждали, что нельзя отручаться никуда, потому что слышали вроде бомбардировцы там. Львов я бомбил раза два или три. В соседней Польше советских воинов привечали больше. Война катилась по Европе, освобождая покорённые нацистами страны, неся гибель врагам. Паралец, командир, получена боевая задача срочно уничтожить скопление войск противника, группы СС в районе Калиты, Починок и высота 43,9. Фронт резко пошёл в западном направлении. Быстро тут мы в Жешев перевозили, потом в Краков. Вот лучше в Кракове 11 февраля мы узнали о гибели Полмина. Известие больно ударило полетавшим на таких же пешках, как и живая легенда, бойцам 797-го бомбардировочного. Ещё трагичнее для Фёдора Горенова была встреча со своим однополчанином. Сбитый над вражеской территорией, он катапультировался и облитый горючим пылая летел навстречу земле. Выжил, перешёл линию фронта, вернулся. Я так повернулся. Я говорю, кто? Он говорит, я Вася Горечник. И снова вылеты, снова налёты. Очередной город, в котором отчаянно сопротивлялись нацисты, многократно попал под удары знаменитых полбинских девяток. Пешки кружили в небе особым манёвром, не оставляя противнику ни единого шанса. Мы его разбили до такой степени, что примерно тот же Сталинград, как у нас одни камни, а так и там. После войны Фёдор Горенов закончил лётное училище, служил в Вене. А по возвращении на родину через много лет после боёв судьба подарила надежду на скорую встречу со старым знакомым. Лет через пятьдесят я открыл газету, читаю. Значит, Орден Красной Звезды вернулся к герою. А Горечникову очень... Ох ты мой! Бальчик, оказывается, в Белом Яре живёт. Фёдор Иванович собрался, поехал, но не успел. Недавно умер, как отрезали в сельском совете Белого Яра. Сегодня, когда ветеранов в отдельных городах можно уже пересчитать на пальцах одной руки, история эта звучит особенно пронзительно и больно. Но Фёдор Горенов, вопреки фамилии, не унывает и с гордостью резюмирует. Я внёс в общую победу, пусть скромный, но личный вклад. Я на беденец крестине на листах не расписывался, но в воздухе я был над Рейстагом не раз.